Друзья, добрый день! Мы рады приветствовать вас на канале Калипсо Украина. И сегодня мы поговорим с вами про Мексику, уникальную страну в экскурсионном плане, потому что тайны майя, ацтеков хранятся именно тут, и очень необычную в плане отельного пляжного отдыха. В Мексике есть все, это и кухня, это и культура, и достопримечательности, и райский отдых для серферов, и спокойный отдых в джунглях для любителей хорошего all-inclusive. Ну, давайте теперь по порядку. Итак, как у нас делятся вообще туры в Мексику, как мы летаем, что смотрим? У нас есть базовые экскурсионные программы, которые начинаются от Мехико-сити и заканчиваются на Канкуне. Такой тур, это, например, и вот я, собственно, сейчас показываю это вся Мексика за 9 дней, где мы смотрим все базовые достопримечательности, проезжаем всю Мексику по земле, включая и каньоны, и старые колониальные городки. Но для тех туристов, которые спешат у нас пройти экскурсионную программу, чтобы больше провести времени на пляже, мы сделали альтернативу и подготовили программу, которая называется «Неделя в Мексике». Это 6 дней, 5 ночей, где есть также самое главное, что нужно увидеть в Мексике, но у вас есть еще в стране внутренний перелет, чтобы сократить 3 дня нашего экскурсионного базового 9-дневного тура, сделать перелет, но все базовые пирамиды и самые главные достопримечательности, включая Титиокан, Чеченицу. Все мы смотрим во всех программах. Дальше. Все программы, экскурсионные заканчиваются на Канкуне или Ривьере Мая. Что же это такое? Канкун или Ривьера Мая – это, собственно, вот эти вот пляжные городки, где так любят проводить время туристы из США, и мы искренне надеемся, что вы тоже полюбите. Канкун славится, конечно же, своими волнами. Курорт, который построен в виде природной семерочки, но можно найти гостиницы и с высокими волнами, и с низкими. Главное, как говорится, отдать задачу. Но тут важно понимать, что все отели практически городские, у них нету территории и нету зелени. Но тут есть движения, клубы, рестораны. Это именно для тех, кто привык к активной вашей жизни, отпускной. Есть еще дальше, ниже по карте Курорт Ривьера Мая. Он для любителей классического, ну я бы сказала, наверное, турецко-египетского отдыха, где у вас большая гостиница, утопающая в зелени, джунгли, природа, вкусное питание он-инклюзив. Кстати, да, на курорте Канкун у вас есть возможность выбора питания, потому что, например, вы не привязаны к одной гостинице, вы взяли ее на завтраках и дальше себе пошли уже смотреть кафешки-ресторанчики. На Ривьере Мая тут у вас идет питание, все включено, большая отельная территория, классный пляж без волн. Вот это вкратце такое, чтобы вы не потерялись при выборе вашего курорта. Канкун мы больше советуем для молодежи, для активного времяпровождения. Ривьера Мая это для тех любителей, которые хотят совместить и приятное, и полезное. А вернемся дальше к экскурсионным турам. Очень много туристов у нас прилетает непосредственно на курорт Канкун, что на данный момент это можно сделать с помощью турецких авиалиний с текст-стопом в Мехико, с помощью люфт-канзы. И вот вы себе взяли, например, 7-8 дней отдыха на побережье, но объективно все-таки вы же в Мексике, нужно что-то посмотреть. Для таких туристов мы сделали специальный тур на экскурсии из Канкуна. То есть вы смотрите то, что находится рядышком с побережьем. Это Чеченица, Коба и Тулум. Вот та красивая картинка пирамиды на фоне воды, это тут как раз. Важный момент еще также, что ранее в Мексике возможно было подниматься на практически все пирамиды. Ну, на данный момент есть по этому поводу вопросы, так как у нас все изменилось, все меняется, есть определенные предостережения по поводу поведения, исходя из ковид-правил. На данный момент подъемы на пирамиды запрещены, но мы ждем, что будут внетены новые правила и будем отдыхать и путешествовать как и раньше. Что еще важно сказать про Мексику? У нас на Новый год планируется свой экскурсионный тур, который будет соединять экскурсионную программу от Мехико до Канкуна. Потом мы с вами 5 дней будем отдыхать непосредственно на побережье. Вы сможете выбрать гостиницу или на курорте Канкун, или Ривьера Майя. И у нас еще будет один экскурсионный день как раз на то, чтобы досмотреть Кобу и Тулум. Мы не захотели уже, вот как говорится, все это добавлять полным нон-стопом, а мы за то, чтобы всегда путешествия вам были в удовольствие, даже и на такие длительные расстояния. Группа небольшая. Давайте сейчас как раз, кстати, перейдем к цене тура, и чтобы вас ориентировать, сколько же стоит отдых в Мексике. Базовая цена экскурсионного тура это примерно 1500-1200 долларов в зависимости от насыщенности экскурсионной программы. Дальше вы добавляете перелет, это где-то 700-1000 долларов в зависимости от ваших дат вылета. То есть базовую экскурсионную программу под ключ вы получаете за 2200-2500 долларов на одного человека. Если мы говорим про пляжный отдых, тут все намного бюджетнее. На данный момент можно улететь на отдых на Канкун или на Ривьеру Майя на 11 дней от 1400 до 1500 долларов с человека на питание все включено. Довольно-таки заманчиво, вот мы даже сравнивали с ценами на Мальдивы. Такая цена входа на Мальдивы будет на завтраках, проживание вашего отеля примерно в такое же время и на такой же длительный период. В Мексике вы получаете это уже по системе все включено. Друзья, туры в Мексику доступны для бронирования, на данный момент это чуть ли там не одна страна, которая сможет предоставить качественный, экскурсионный, познавательный отдых во всем открытом мире. То, что вы получите максимум информации, максимум удовольствия, это 100%, потому что у нас все туристы из Мексики возвращаются супер довольными. То, что вы получите удовольствие от время проведения на пляже, это тоже 100%. Вы просто уделите секундочку, гляньтесь вот на вот эту красоту пляжной полосы и на природу, которая есть в Мексике. То, что лететь далеко, да, это важный момент и вы должны к этому быть готовы. Да, мы летим с вами в другую часть ветра, но на данный момент так удобно летать и на турецких авиалиниях и на Люфтганде, про которые я говорила до этого, что точно этот момент будет сглажен. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нашей группе в Вайбере. Мы ждем вас в нашем новогоднем экскурсионном туре. Мы улетаем, кстати, 30 декабря из Киева. На Новый год, если не хотите в экскурсии, у нас также есть уже блок-место на турецких авиалиниях, чтобы отдохнуть непосредственно на побережье Канкуна. В нашем туре мы прилетаем 31-го в 3 часа ночи в Мехико-Сити, отдыхаем, у нас экскурсионная программа и этот Новый год мы встречаем в Мехико. Мы приглашаем, пусть все-таки 21-й год принесет нам намного больше положительных эмоций, новых стран и открытий, чем, ну вот, принес 20-й. Поэтому надеемся на лучшее, ждем вас в наших турах, присоединяйтесь во все наши соцсети и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok